Буквально пару дней назад я общался со своим учеником, который произнес достаточно интересную фразу. Знаете, иногда вот залетают фразы в голове, и вот так вот крутятся по кругу. Вот это одна была из таких фраз. Он сказал фразу, у тебя просто было в самом начале то, чего не было у меня. И давайте в этом видео я вам расскажу, что у меня было на самом деле. Конечно, хотелось бы вам, и в какой-то мере мне бы хотелось, чтобы у меня было несколько вилл в Майами, которые я продал, залил на биржу, и стал торговать, и стал успешным трейдером. Но правда заключается в том, что ничего этого не было. Что же у меня было в самом начале? Слава Богу, Бог меня миловал, и я никогда не жил в тотальной нищете, когда негде было спать, нечего было есть, за исключением некоторых событий, которые были, я думаю, в жизни каждого человека. Однако я был рожден в обычной семье, и я жил в тотальной бедности. Что я под этим подразумеваю? Моя мама была обычным бухгалтером, отец был обычным сантехником. В свое время мама с отцом почему-то решили, что самое лучшее, что они могут сделать, это ввязаться в стройку. Кто из вас занимается стройкой, вы прекрасно понимаете, насколько много денег она отнимает. И проблема заключалась в том, что мать с отцом в это ввязались, а, так сказать, отвязаться от этого было практически невозможно. Все деньги, которые так или иначе мать получала с отцом, уходили на эту бесконечную стройку. И вот эта вот шиза строительная, она в конечном итоге разрослась до такой степени, что мать с отцом экономили на всем. И это вполне логично. Чтобы как-то выжить, отец с матерью как-то подрабатывали. Я, сколько помню, вот самое яркое впечатление с детства, это когда я засыпаюсь, смотрю, как мать работает. Просыпаюсь, а она продолжает работать. Она брала работу домой, она была бухгалтером, и делала вот эти вот подсчеты свои, в общем-то, приход-расход, вся вот эта вот история, в общем-то. Понятно, что это ей аукнулось. Потом, впоследствии, она дико заболела раком, и такой, в достаточно злостной, можно так сказать, определенной форме. Отец тоже брал по отработке какие-то шабашки, но, в общем-то, слесарь раньше, это не то же самое, что и слесарь сейчас. И, естественно, как бы, сами понимаете, ни о чем. У матери с отцом никогда не хватало денег. Они на всем экономили, чтобы, с одной стороны, закончить эту дебильную стройку, а с другой стороны, каким-то образом, там, воспитывать детей и так далее. Плюс, это все умножается на ту эпоху, в которой это происходило. Это все происходило в 90-е, и, как вы понимаете, ситуация была явно не айс. В особенности, не айс у моего отца, который работал в ЖЭКе, и который получал, ну, по сути дела, копейки. Конечно, что у матери, что у отца были какие-то шабашки, но это, в общем-то, как сами понимаете, как бы ни о чем. О чем еще говорить, если учителя надо мной в школе смеялись, потому что я донашивал вещи своего брата? В этом нет ничего постыдного. Наверное, половина страны донашивала вещи, за своими братьями и сестрами до сих пор донашивает. Но есть кое-какой нюанс. Брат закончит школу 7 лет назад. И, соответственно, мать вот эти вещи хранила бережно, понимая, что потом, в будущем, они через 7 лет понадобятся. То есть вы должны оценить уровень бытовой, той нищеты, в которой, в общем-то, я находился. Бог с ним, с вещами. Это как бы такой нюанс. Денег не хватало ни на что. Их не хватало не только на вещи, их не хватало даже просто на улучшение бытовых условий. Это кухня, например, в которой я постоянно, каждое утро и каждый день вообще, в принципе, принимал пищу и что-то готовил, кушал. Это коридор, да, и в котором я каждый день просыпался, проходил, в общем-то, по этому коридору, как-то жил. А вот это вот, например, мое рабочее место. Чуть-чуть, правда, постарше. Вот фотку поновее я не смог найти. Это чуть-чуть постарше. И монитор, в общем-то, и рабочее место, на котором в будущем я заработал свои первые деньги. То есть, как вы понимаете, денег, про сути, ни на что в тот период времени не хватало. В один прекрасный момент мать теряет работу и одновременно болеет онкологией. Она заболевает раком. Причем раком такой, ну, достаточно, в общем-то, злобным, можно так сказать. И, как вы понимаете, здесь уровень финансов, финансового благосостояния моей семьи просто скатился ниже плинтуса. И все это умножается еще на тот период времени, что я понимаю, что, по всей видимости, юристом я не буду, потому что, чтобы быть юристом в России, нужны связи. Связи, как вы понимаете, у моих обычных родителей не было. И, в принципе, устроить меня где-то в тепленькое место юриста, ну, вряд ли было возможно. Я также понимаю в тот период времени, что эзотерика – это явно не мое, потому что с помощью эзотерики я не смог вылечить мать от онкологии, и я понял, что это полная туфта, не рабочая туфта. И здесь я стал терять, кстати, в нее веру. Что у меня оставалось на тот период времени? Это дикое желание выбраться из этой нищеты. Это выбраться из этой тотальной бедности. Тотальной бедности и просто финансовой ямы, финансовой катастрофы. Здесь пришел на выход, конечно же, трейдинг. Но понимаете, в чем дело? Конечно, поначалу, как все это было. Вот я вам сейчас покажу. Вот это вот мои лекции. Раньше я записывал определенные лекции, то есть я проходил обучение и записывал лекции. Увидел что-то, увидел семинарчик какой-нибудь. Мы их скачивали с торрентов, всякая вся вот эта история. Записал. Увидел, записал. Увидел, записал. И вот давайте я вам просто продемонстрирую, что я записывал. Вот это мои записи. Тут харами, какие-то свечи, паттерны, там вся вот эта вот история. Это какой-то учитель, в общем-то, рассказывал в каком-то вебинаре. Я все это выписывал, как священный, в общем-то, грань. Неужели вы думаете, что я верил в то, что это принесет мне деньги? Неужели вы думаете, что я, в общем-то, верил в то, что это работает? Да, конечно же, я в это верил. Я был готов поверить во все, что угодно. Харами нужно выучить. Выучу харами. Свечные паттерны какие-нибудь поставить. Я поставлю свечные паттерны, поставлю индикаторы. Все, что угодно. Все, что угодно. Лишь бы выбраться с этой нищеты. Лишь бы выбраться с этого дерьма, в котором я находился. Все, что угодно. И поэтому, когда я очень часто... Многие люди этого не понимают, кстати. Многие люди. Я очень часто про это говорю, что вот мы скачивали, мы делали переводы и так далее. Многие люди до сих пор не могут в это поверить, что мы это делали. А мы это делали. Люди, которые хотели чего-то добиться, они это делали. Они сидели, конспектировали вот эти дебильные лекции, нерабочую. Нерабочую туфту. И свято в это верили, что это действительно будет в какой-то мере работать. В какой-то мере сейчас мы выучим харами и заработаем миллионы денег. Но есть кое-какой момент. Дело не в методах. Дело не в том, что вот эти методы туфта и так далее. Каждый раз, когда я записывал что бы то ни было в тетрадку, либо в какую-нибудь другую, либо что-нибудь узнавал. Что я делал в этот момент? Я формировал свое желание. Я формировал вот это намерение выбраться из того дерьма. Выбраться из этой нищеты, выбраться из этой финансовой ямы. Сделать что-то в конце концов. У меня было дикое желание. Я просто был готов рвать под собой, в общем-то, землю. Понимаете? Я был готов на все лишь бы выбраться из этого. Выучить что угодно. Скачать какой угодно семинар, перевести его. Заплатить кому-нибудь, чтобы перевелить. Чтоб узнать какой-нибудь граильчик. Чтоб узнать какой-нибудь секрет. Я был готов на все. Реально на все. Меня рынок постоянно бил. Но я постоянно вставал. Я постоянно вставал и постоянно шел вперед. Двигался и двигался. Двигался и двигался. Я теперь, как понимаю, я просто посылал в этот момент вселенную определенные сигналы. Я просто посылал сигналы своего намерения, своего желания. Я делал различные техники визуализации, я писал какие-то аффирмации, я выписывал их постоянно, выписывал. Я успешный трейдер, я успешный трейдер, я успешный трейдер. Я выписывал все это. И опять-таки, вы думаете, я что, не понимал, что это не работает? Да я свято верил в это. Я свято в это верил, я свято верил. Нужно писать аффирмацию. Буду писать аффирмации Нужно делать техники Визуализации по ночам Я буду делать техники визуализации Что угодно Что угодно я сделаю, лишь бы с этого выбраться Что угодно, на все что угодно я пойду На все что угодно Лишь бы с этого выбраться И я посылал такие сигналы во вселенную Что вселенная в один момент Мне ответила Она в один момент мне прислала Лучшего на тот период времени Учителя, лучшего человека, который мог, в общем-то, мне передать рыночную механику. Это то же самое, что я сейчас передаю. Это то же самое, что передает любой человек, который обучает финансовым рынкам. Со исключением прям совсем такого хардкора, где вас обучает торговым там системам, индикаторам или что-то в этом духе. Потому что это единственное, что работает на рынке. И опять-таки, мы проходили обычные курсы. То есть нас была группа 30-40 человек. Я задам вам один вопрос. Вот мы все там 30-40 человек. Вебинары, там, семинары. Собирали, сделали домашние задания, туда-сюда. До конца обучения сколько человек дошло? То есть вот в начале было 30-40. Вот просто скажите рандомную сумму сейчас, цифру. Сколько до конца дошло? 6 человек. Где все остальные? Куда делись все остальные? Где они все? Ведь они заплатили деньги. Они ходили, они изучали. Где они все? Где они все? Почему на конечном занятии я их не видел? Где они все? Куда они все пропали? Потому что у них не было желания. Потому что они этого банально не хотели. Потому что они пришли сейчас, вот харами выучат, сейчас вот бац и заработают миллионы. У них не было этого желания. Они пришли сюда за халявой. Они пришли сюда просто забрать. И забыли же самое главное, что у них должно быть желание. Они должны работать, чтобы чего-то добиться. Из этих 6 человек, которые дошли до конца. Сколько человек выполняло домашние задания? Сколько человек, ну делало эти домашние задания? Каким-то образом присылало? Вот, например, просит сенсей, пришли 20 скриншотов в такой-то формации. Ты берешь, присылаешь 20 скриншотов. Или, например, устройте между собой чемпионат. Попробуйте проиграть депозит, используя обычные бытовые правила риск-менеджмента. И вы делаете чемпионат, пытаясь потерять депозит, и в конечном итоге не теряете. Сколько человек принимало активное участие, делало домашние задания и так далее? Из вот этой вот группы 40 человек. Сколько делало? Трое! Трое! Это я и еще два парня. Это я и еще два парня. Где все остальные? Почему остальные ничего не делают? Хотя, еще раз говорю, они заплатили деньги, они приходят, семинары там туда. Где все остальные? Почему никто ничего не делает? Всего лишь трое человек. Не знаю, что сейчас произошло с этими двумя, но это обучение, оно принесло мне миллионы. Я стал миллионером благодаря этому обучению. Это обучение принесло мне миллионы. Это самая лучшая инвестиция за всю мою жизнь. И знаете, в чем дело? Я сейчас, ну, это обучение, понятное дело, уже слили в сеть, пиратские раздачи, торренты, вся эта вот история и так далее. Думаете, оно популярно? Думаете, кто-то смотрит это обучение? Кто-то сидит его так же, как я, конспектирует каждое слово, смотрит сенсею, грубо говоря, в роты, что он скажет, выписывает, что-то напишет красной ручкой, что-то зеленое, что-то важное, что-то не важно. Думаете, есть такие люди? Да оно не популярно. А это автора уже 20 раз обосрали. Хотя я живой пример того, что это работает. Я живой пример того, что я на этом заработал миллионы. Я стал миллионером благодаря этому обучению, благодаря этому сенсею. Но думаете, что есть люди, которые точно так же стали миллионерами, благодаря ему, или что-то в этом духе, или смотрели ему в рот? Да их единицы. Их единицы. Потому что никто этого не хочет. Никто этого не хочет. А я дико хотел. Дико хотел. И я слушал все, что, в общем-то, мне скажет этот учитель. Все, что он мне расскажет. И самое интересное, пару, в общем-то, недель назад я пишу этому учителю, говорю, огромное тебе спасибо за, в общем-то, то, что ты... Ты сделал, в общем-то, меня. Ты сделал мою жизнь совершенно по-другому. Я заработал благодаря тебе. Знаете, что он мне сказал? Моей заслуги здесь нет. Ты этого добился, потому что ты в какой-то момент решил выйти из своей скорлупы и поднял жопу и стал что-то делать. И он сказал абсолютно точно. Абсолютно точно. Его заслуга здесь, конечно, есть, присутствует. Он дал лучшую программу и так далее. Но я ему за это, в общем-то, заплатил. И понятное дело. Но по большей части здесь заслуга только моя. Потому что все остальные, где они? Где они? У них банально не получилось. Не потому что система образования говно. Потому что я живой пример, что она работает. Потому что они сами этого не хотели. Потому что они не жили в тех условиях, в которых жили я. Они не знают, что это такое. Они не знают, что такое завтракать вот в такой кухне, блин. Они не знают, что это такое. Они этого банально не знают. Они пришли сейчас. О, сейчас быстренько заработаем. Сейчас. Ну что там, Макс? Давай, рассказывай. Там. Что там? Скользящий средний? Да. Давай. Что ставить-то? Куда нажать, чтобы поднять бабла? Вспомнил одного почему-то моего покупателя, который два года назад покупал курсы. И через два года вспомнил, что он-то курсы какие-то там проходил, какие-то там что-то в этом духе. И пишет мне. Артем, вот я просмотрел твои курсы, я ничего не заработал. У меня не было никакого плюса. Верни мне деньги. А я же вижу статистику просмотров. То есть, сколько человек смотрел курс. До какого урока он дошел. Я задаю ему два вопроса. Первый. У тебя есть система? И второе. У тебя есть журнал с дела? Ни ответа, ни привета. Слился человек, понимаете? Нету его. Никакого ответа. Он мне и не даст никакого ответа. Плюса у него не было. Понимаете? Плюса у него не было. Желания у тебя не было. Единственное, чего у тебя не было, это не было желания и стремления рвать просто под собой. Рвать и метать. Сделать все для того, чтобы добиться успеха. Все полностью, тотально поменять. Что угодно сделать, но лишь бы выбраться с этого. Конечно, безусловно, на моем пути все не было так гладко и сладко. Даже после того, как я прохожу какое-то обучение. В один момент моя мать заболевает дико раком. Причем у нее случился рецидив. Она заболевает просто в злостной форме, метастазом. Ну везде, везде, понимаете? Везде. И естественно, это просто моя жизнь превратилась в тот момент просто в какое-то... Ну это, конечно, неуместное слово. Ни в коем случае. Потому что всегда есть куда хуже, но в не очень хорошей ситуации я был на тот момент. И мне потребовалось дикие усилия, чтобы с этого выбраться. Просто дикие усилия. Потому что все деньги уходили на мать. Все деньги уходили на мать, на поддержание себя и так далее. Все, все уходило полностью на вот какие-то закрытия базовых каких-то потребностей или что-то в этом духе. Я долгое время сидел на маленьком депозите. Почему? Да потому что все деньги у меня просто туда уходили. Потому что просто я все вот по сути дела положил. Почему же я выбрался с этого? Не потерял какой-то запал? Да все по той же причине. Я дико этого хотел. Я был готов на все, что угодно. Все, что угодно. Дайте мне все, что угодно. Я буду проверять, пробовать, торговать. Все, что угодно. Все, что скажете. Я буду это делать. Лишь бы с этого выбраться. Лишь бы с этого выбраться. У меня никогда не было такого, когда, знаете, я очень часто это слышу. Не жили богато, незачем и начинать. А потом сделается и так далее. Я был все, что угодно. Я каждый день делал огромные усилия для того, чтобы добиться то, чего я сейчас имею. И то, что я сейчас добился, это именно благодаря тому, что я этого дико хотел. Я посылал огромные сигналы во вселенную. Просто я делал огромные усилия для того, чтобы это заработать. Это сейчас, понимаете. Я сижу здесь и говорю, по сути, рассказываю свою какую-то историю успеха. И сижу на фоне там шести мониторов общей стоимостью там 150К и со сборкой компа там на 300К. Это сейчас я живу в доме с видом на море, например. Давайте я вам покажу. Это сейчас, понимаете. Я иду по городу и вижу, о, вот моя квартира. А вон еще одна моя квартира. Надо квартиранта позвонить. Они вообще собираются мне платить или нет? А вон дом строится с моей квартиры. Понимаете, это только сейчас стало происходить. Но кто, в общем-то, оказался, что у меня было? Что я сделал такого, что я этого добился? Что у меня было такого, что я взял и получил? Что у меня был какой-то супер-пупер-мега-учитель? Да нет, он был обычный учитель. Он был обычный учитель. Таких, в общем-то, вагоны и маленькая тележка. Он не был инфо-цыганом, как сейчас говорят, но он был обычным учителем. Он не был, знаете, супер-пупер-мега, как про меня в статьях некоторые пишут, что он был там, заработал 1000%. Он не зарабатывал тысячи процентов, он не был великим учителем, он был обычным учителем. Что у меня, я не знаю, там было несколько вилл в Майами, да не было у меня ничего. Не было у меня ничего. Единственное, что у меня было, это дикое желание. Это дикое желание и стремление. Каждый раз, когда меня бил рынок, когда я просто огорчался, что это не работает, что, ну, конечно же, когда вы торгуете там это харами, или там опять эти скользящие средние, или еще что-нибудь, конечно, ты постоянно падаешь, конечно, ты постоянно понимаешь, что, ну, что-то не так. Я множество раз разочаровывался, я уходил, я делал длительные перерывы, по несколько месяцев, один раз даже год, в общем-то, я не торговал. И вообще, ну, каждый раз я к этому возвращался вновь и вновь, вновь и вновь, вновь и вновь. Потому что это то единственное, на что я рассчитывал. Единственное, чему я, по сути дела, жизнь посвятил. И я понимал, что если не это, тогда я не знаю, что. Что, других вариантов попросту нет, не было в моем случае. Конечно, кому-то из вас реально трейдинг не подходит. Он реально не для всех. Я очень часто это говорю своим ученикам. Ребята, вам может трейдинг не подойти. Это нормально. Не каждый предназначен для трейдинга. Нужно иметь, конечно же, определенный склад ума и так далее. Все это понятно. Но не каждому все подходит. Я, например, не могу быть художником, врачом или еще кем-нибудь. А вы, может быть, не получитесь хорошим трейдером и так далее. Но если вы занимаетесь другой сферой, еще чем-то, вы должны дико этого хотеть. Если у вас это так, из-под палки, вот, там, деньги заплатили, сделать домашку, домашку какую-то, никто ничего не делает. Ну, какие результаты вы хотите? Что вы хотите в итоге получить? Вы же ничего не получите. Вы прекрасно это понимаете. Но зато сделали какой-то вид. Что же, вроде чего-то тут сделали и так далее. Вы должны понимать, что если вы хотите добиться реального успеха, а мы сейчас рассматриваем финансовые рынки, да и в целом вообще по жизни, вы должны этого дико хотеть. Я понимаю, что я сейчас звучу, как, знаете, там, успешный успех и так далее. Ребят, ну только это работает. Ну только это работает. Мы ничего с этим не можем сделать. Ну только это реально работает. Все остальное, ну это просто враки. Это просто враки. Все эти аффирмации, все эти техники визуализации и так далее, они все работают только по той причине, что вы концентрируетесь каждый раз на своем желании. И чем больше вы концентрируетесь на нем, тем дикого этого хочется. Когда вы чего-то хотите, вы будете просто удивляться, как реальность как будто бы подстраивается под вас. Как будто бы она меняется, как будто бы, и это реально что-то такое, вот прям действительно какая-то магия здесь, по-другому не назовешь. Когда ты чего-то действительно хочешь, как будто бы весь мир берет и поворачивается в сторону этого желания. И у тебя и учителя появляются на пути, и какие-то подсказки, и какие-то... Все очень просто и легко происходит, когда ты идешь путем своим желаниям. Главное, идите путем своего желания. Это самое важное. Это то, что было у меня, и то, что должно быть у вас. Все остальное, визуализация и так далее, это все второстепенный момент, который действительно помогает. Нельзя сказать, что это не помогает. Который действительно помогает, но основа это ваше желание. И это дикое стремление выбраться из того, в чем вы находитесь. Достичь того, что вы хотите. Здесь только за вами. Только за вами. Другого варианта здесь в принципе нет. Все остальное, все знания и так далее, это все уже второстепенный момент. Опять-таки, куча покупателей моего курса. Куча покупателей моего курса. Мне дико, знаете, больно смотреть, когда люди сводят мой курс к сужению-расширению. Сужение-расширение. Пробили уровень сужения-расширение. Ребята, вы должны понимать, что сужение-расширение, уровни, это все прекрасно. Это все прекрасно. Но это формальный повод, по которому мы здесь все собрались. Это формальный повод, понимаете? Самый главный повод, это дать вам желание какое-то, чтобы вы не потеряли это желание, чтобы оно у вас всегда было. Чтобы оно ввело вас, чтобы оно меняло реальность, чтобы оно меняло мир, который вас окружает. И если есть какая-то энергия, если есть что-то в этом духе, я посылаю сейчас вам просто лучи добра, понимаете? Как Кашпировский, как кто угодно, называйте как угодно. Мне бы очень хотелось, чтобы у вас сохранилось это желание. Мне бы очень хотелось, чтобы вы сохранили это желание и пронесли его с собой во всю вашу жизнь. Чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы зарабатывали, чтобы у вас реально все было хорошо. Я вам этого реально желаю. Зарабатывайте счастливо. Спасибо. Спасибо.